В эфире программа Актуальное интервью. С вами Алена Евдокимова. Здравствуйте. Информатизация и автоматизация процессов здравоохранения. Сегодня мы поговорим о таких сложных вещах простым языком, а именно узнаем о работе Медицинского информационно-аналитического центра и разберемся, как происходит сбор и аналитика данных по вопросам здравоохранения в Ставропольском крае. У нас в гостях директор Медицинского информационно-аналитического центра Дмитрий Колосов. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады, что вы сегодня к нам пришли. Ну, давайте начнем с АЗОВ. Как же был организован ваш центр? Медицинский информационно-аналитический центр Ставропольского края был организован 23 января 2009 года приказом Министерства здравоохранения. Наша организация была реорганизована из центра фармакологии с целью сбора медицинской статистики, обработки медицинских данных в Ставропольском крае, ну и решения еще сопутствующих задач. И, соответственно, со временем задачи, которые возлагаются на МИАЦ, их количество только увеличивалось. И сейчас мы можем говорить о многофункциональности нашего центра. Из основных задач по-прежнему можно выделить это сбор медицинской статистики, то есть информация о системе здравоохранения края в целом. Это направление информатизации здравоохранения Ставропольского края. И большое направление это работа с обращениями граждан, которые в наш центр приходят. Мы с этим разберемся немножечко попозже, с этими понятиями. Расскажите о структуре вашего учреждения. Как же построена работа? В организации работает более 50 человек, все высококлассные специалисты. У нас создано более 10 отделов, каждый из которых занимается своими задачами. Ну, во время разговора, я думаю, подробнее мы остановимся на деятельности каждого. Да, ну давайте начнем как раз таки с отдела по работе с обращениями граждан. Наверное, это самое популярное направление работы. Ну, да, можно и так сказать. Это как раз таки тот отдел, который на себя принимает, берет на себя, скажем так, функцию обратной связи с гражданами, потому что все-таки система здравоохранения работает для того, чтобы оказывать гражданам медицинскую помощь, чтобы им было удобно, комфортно и помощь оказывалась качественной. Соответственно, отдел занимается тем, что обрабатывает входящие жалобы на телефонную линию. Горячая линия Минздрава как раз таки находится в нашем центре, работает круглосуточно. Можно позвонить 8 800 226 03, либо же номер 122. Это телефон горячей линии Минздрава, по которому всегда гражданам дадут ответы на интересующие вопросы. Можно оставить жалобы, можно оставить благодарность врачам, можно записаться к врачу опять-таки по телефону и так далее. Точно так же, помимо горячей линии, эта услуга весьма востребована. На самом деле, с начала года к нам обратилось уже более 50 тысяч звонков. То есть, представляете, какое количество звонков к нам заходит. И девушки-операторы, конечно, они обладают колоссальным терпением, потому что зачастую приходится людям помогать даже в самых таких сложных ситуациях. Это действительно очень сложно. Следующее направление отдела по работе с обращениями граждан – это обработка письменных жалоб, которые поступают в электронном виде. Жалобы обращений. То есть, все граждане видели, я думаю, на госуслугах плашечку оставить свое обращение в Минздрав. Соответственно, большую часть этих обращений точно так же координируется вот этим самым отделом. В принципе, обработка сообщений, что по телефону, что через систему госуслуги, она происходит примерно одинаково. Каждому обращению заводится определенная карточка. Определяется либо организация, либо специалист, который будет отвечать за этот вопрос. При необходимости человеку, если есть возможность, даются разъяснения прямо сразу на месте. И оказывается, помощь, если нужна информация от медицинских организаций, соответственно, запрос направляется в медицинскую организацию. И через какое-то время все-таки гражданину ответ доносится. И мы максимально стараемся помочь людям, которые обращаются. Вот если не секрет, насколько эти жалобы разнообразны? Или вот есть какая-то одна общая, можно сказать, очереди, например? Нет. Общих жалоб никаких нет. Есть распространенные жалобы, более-менее понятные. Но в целом настолько разнообразные приходят обращения, настолько разнообразная у людей ситуация, что каких-то шаблонных ответов и так далее подготовить просто невозможно. Поговорим еще об одном направлении. Как понятно из названия, это статистика. Вот расскажите, по каким же направлениям происходит сбор статистики? Да, это одно из основных направлений деятельности нашей медорганизации. У нас в организации есть отдел медицинской статистики. Там работают специалисты, каждый из которых имеет соответствующее высшее образование, имеет соответствующие сертификаты по специальности организации здравоохранения. И основная цель этого задачи – сбор информации о системе здравоохранения. То есть это собирается абсолютно вся информация. Какие медорганизации, как люди болеют, сколько коек, какие врачи, какие отделения, какие здания, какая аппаратура используется при лечении. На самом деле собирается все. Отчетов и мониторингов есть колоссальное количество. Наверное, самым большим отчетом можно сказать, это годовой отчет. Это отчет, который в начале года каждая медицинская организация сдает, защищает. Отчет состоит из более 27 форм. То есть мониторятся действительно все показатели. Для понимания масштаба работы годовой отчет, тот объем годового отчета за прошлый год у нас составил более, ну, итоговый уже сводный, более 416 тысяч строк. То есть это колоссальная информация, где действительно собрано абсолютно все по итогам работы здравоохранения региона. Этот отчет мы защищаем Министерство здравоохранения Российской Федерации. То есть это достаточно такая серьезная работа, исходя из которой в том числе формируются и какие-то решения, какие-то задачи, которые вот Минздрав ставит перед подведомственными организациями. Помимо вот годового отчета, такого самого большого, мы собираем более чем 50 мониторингов, которые бывают ежедневные. То есть, например, состояние по заболеваемости граждан. Например, в период пандемии количество заболевших. Этот отчет был ежедневным. Есть мониторинги еженедельные, есть ежемесячные, например, рождаемость. Есть ежеквартальные. Всего таких вот мониторингов более 50 штук, которые в режиме реального времени собираются, каким-то образом обрабатываются и готовится соответствующая аналитика, которая предоставляется либо в Министерство здравоохранения по запросу, либо главным внештатным специалистам, которые курируют работу, либо же вот в Минздрав, РФ эти данные тоже предоставляются. Да, это действительно немыслимый фронт работы, даже не представляю, сколько сотрудников требуется на выполнение такой работы. А вот данные, которые собираются непосредственно с больниц, поликлиник, сами врачи вам их аккумулируют, скажем так, или в каждой больнице вот есть человек, отвечающий за этот сбор и уже направление ее к вам. Там не человек. В каждой медорганизации есть отделы, которые этим занимаются. Это есть должность медицинской статистики, есть оргметод-отделы, которые как раз-таки занимаются тем, что организуют работу медицинской организации, то есть лечебную деятельность. Соответственно, по итогам этой работы вот предоставляют эти данные и отчеты. И в принципе сбор информации идет по какому-то плану или же вот по запросам? Есть плановые отчеты, как, например, годовой отчет, есть постоянные формы мониторинга, которые нужно сдавать, например, федеральный Минздрав, ну, например, самый базовый, это контроль смертности, контроль рождаемости. А есть отчеты, которые возникают вот прямо сейчас, когда возникает какой-то вопрос, какая-то потребность, либо у нашего регионального Минздрава какая-то задача, либо федеральный Минздрав что-то хочет посмотреть, и приходят отчеты собрать данные о таком-то, таком-то. Соответственно, эти данные мы собираем, обрабатываем, и уже аналитическую справку некую выдаем тому, кто попросил этот отчет. И можно ли потом в общем доступе видеть эту информацию? Или все-таки это конфиденциально? Нет, информация в принципе вся доступна, информация обезличена, то есть никаких тайн в ней нет. Опять-таки по итогам годового отчета, каждый год центр формирует такой большой отчет в печатной форме, называется «Белая книга», в которой собирается абсолютно вся информация по здравоохранению. То есть это прям реально книга, в которой множество таблиц, графиков и так далее, они отображают ситуацию здравоохранения. Мы эту информацию предоставляем и в правительство, мы предоставляем эту информацию и в Минздрав, и во все заинтересованные ведомства. Точно так же эта информация предоставляется в наш медицинский университет Ставропольского края, потому что в принципе вот эти статистические данные, которые мы обрабатываем и которые есть у нас, они ложатся в основу каких-то научных работ, какой-то исследовательской деятельности, которая ведется у нас в регионе. Вот теперь хочется как раз таки перейти подробнее к информатизации здравоохранения. У вас на сайте есть очень много информации, то что целый ряд мероприятий был проведен. Вот на сегодняшний день расскажите, на каком уровне информатизация у нас в крае? Да, если говорить про мероприятия по информатизации, то в целом у нас уже несколько лет в стране осуществляется проект создания единого цифрового контура в здравоохранении. У нас есть проект цифровая трансформация сферы здравоохранения в том числе. И вот в рамках на самом деле двух этих национальных проектов проводятся работы по информатизации региона. То есть у нас все медицинские организации были оснащены компьютерами, были построены сети, защищенные, естественно. Было закуплено серверное оборудование, программное обеспечение, была настроена вся вот эта вот работа. И все это происходило вот в принципе в рамках вот этих двух проектов. Ну, можно сказать, что большая часть работ по созданию как раз цифрового контура на данный момент уже завершена. Мы уже видим, как это все дело работает. Мы понимаем, что это все было не зря. Да, вот какие-то результаты можете небольшие привести? То есть насколько вот со старта и к сегодняшнему дню изменились показатели вот цифрового контура и вот всех их программ? Ну, есть те показатели, которые измеримы. В принципе, если говорить про цифры, то один из основных показателей это количество электронных медицинских документов, которые появляются в Крае. То есть одно из основных подсистем, которое действительно в Крае работает, это электронная медицинская карта. То есть у каждого гражданина есть электронная медицинская карта сейчас уже, в которую накапливается абсолютно вся история болезни, все медицинские манипуляции, все медицинские процедуры, которые проводятся в организациях здравоохранения подведомственных Минздрава, эта вся информация отображается в электронной карте. Соответственно, эта карта наполняется электронными медицинскими документами. И такие вот цифры. За прошлый год всего в крае было сгенерировано порядка 10 миллионов электронных медицинских документов. За первые 9 месяцев этого года количество их достигло 25 миллионов. То есть, действительно, мы идем такими хорошими шагами и приближаемся к тому, чтобы, действительно, каждый случай оказания медицинской помощи сопровождался генерацией электронного медицинского документа. Действительно, то есть, большим темпом, на самом деле, идет развитие. Да. Да, не маленькими шагами, а большими прыжками, можно сказать. Давайте поговорим, как же устроена работа региональной медицинской информационной системы. Да, то, о чем я говорил, в совокупности там достаточно много по системам, но чуть позже можно рассказать. В целом, у нас есть наш центр обработки данных, который развернут в защищенном СОДе, где обеспечивается постоянное электроснабжение, и кондиционирование, и охрана, и видеонаблюдение, и так далее. То есть, мы обеспечены все, чтобы система работала 24 на 7, максимально защищенная от сбоев. Для понимания масштаба всей системы, могу сказать, что у нас порядка 150 виртуальных серверов используются, то есть, отдельных машин используются для того, чтобы система работала. На самом деле, это очень такая колоссальная большая система, и она все работает. Для того, чтобы система работала, у нас соответствующие отделы есть. То есть, у нас есть отдел в организации, который занимается техническим сопровождением серверного оборудования, сетевого оборудования, то есть, их задача на, скажем так, на максимально низком уровне обеспечить работоспособность системы. Это обновление операционных систем, ну, там, отдел защиты информации, чтобы, в общем, работали сами сервера. Дальше, вот уже, когда мы обеспечили работоспособность инфраструктуры, у нас есть следующий уровень, это непосредственно сами информационные системы. Соответственно, для работы в этих информационных системах создан свой специальный отдел, который этим занимается. Потому что, на самом деле, количество настроек, количество справочников, которые нужно держать актуализированными, для того, чтобы вся эта система махина работала, ну, оно действительно большое. И вот такие отделы у нас специально для этого созданы, и вот, я надеюсь, успешно функционируют. Да, действительно. Даже вот целый спектр, целый ряд задач, которые даже не сразу воспримешь и на слух, действительно. Так, Дмитрий Александрович, тогда следующий шаг – это рассказать, наверное, о модулях, верно, этой программы? Да. Региональная медицинско-информационная система состоит из достаточно большого количества модулей, основным из которых, естественно, является эта электронная карта пациента. Я уже говорил про нее ранее. Это та система, которая накапливает в себе сведения о каждом гражданине, о фактах оказания медицинской помощи. Помимо электронной медицинской карты у нас существуют еще централизованные подсистемы. В данный момент в регионе создано 4 такие системы. Это система по онкологии, система по акушерству и неонатологии, сердечно-сосудистые заболевания и профилактика. То есть, что делают эти системы? Они анализируют ту информацию, которая поступает в электронную медицинскую карту, каждая по своему направлению. И, соответственно, по каждому пациенту строится, скажем так, информация необходимая для контроля качества оказания медицинской помощи этому пациенту. Ну вот, например, для беременных, то есть все пациенты по тем нозологиям, что я перечислил, они отслеживаются, они внесены в свои регистры, идет постоянный контроль для того, чтобы как раз-таки эту медицинскую помощь оказывать. Например, по беременным формируются группы риска. То есть в одной системе централизованной собираются данные о всех беременных. В зависимости от того, от результатов анализов, от назначений, от каких-то показаний, диагнозов, которые у этих девушек есть, они формируются в определенные группы. Все эти группы курируются главными специалистами и якорными организациями. То есть, грубо говоря, наш перинатальный центр, который вот на Ленина-Симашка у нас находится, он видит абсолютно всех беременных. И тех беременных, у кого высокая степень риска и есть вероятность каких-то возникновений осложнений, они, грубо говоря, отслеживают, они их ведут, они их курируют. Точно такая же система построена по другим заболеваниям, по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям и, в принципе, по профилактике. То есть это все сделано для того, чтобы ни один пациент не потерялся, чтобы по каждому пациенту был создан конкретно под этого пациента его индивидуальный путь лечения и можно было контролировать, как пациенты по этому пути идут и как они сопровождаются. Вот здесь сразу хочется уточнить, все вот эти направления, они собраны на одном портале или вот для каждого пациента, вот именно по виду заболевания, отдельный портал? Нет, это отдельная подсистема в таком виде, как вот я сейчас рассказал, это специализированные подсистемы, они доступны только тем специалистам, которые этим занимаются. Если говорить просто про пациента, то пациенту доступна у нас в регионе его электронная медицинская карта. То есть там можно посмотреть случай обслуживания, нужно посмотреть медицинские документы и можно посмотреть какую-то информацию о себе, которая была сообщена, собственно, лечебным учреждениям. В ближайшее время там появятся назначения, рецепты, препараты, которые выписываются точно так же, пациенту там доступны результаты лабораторных исследований. То есть как только у человека взяли какой-то анализ, как только этот анализ готов, если он был сделан на цифровом анализаторе, ну, в режиме онлайн эта информация поступает и в личной кабине человеку, то есть здрав26.ру, заходите на портал, вот, и точно так же поступает лечебному врачу. То есть это какого-то отдельного портала для пациентов, вот такого специализированного, пока нет. Мы есть в планах такое, но пока это еще не реализовано. То есть пока что для пациента, получается, его индивидуальная карта, а для врача целая система, как раз таки, да, в которой эта система автоматически распределяет по врачам пациента. Ну, можно и так сказать, да. Вот, следующее, вот, из-под систем, которые у нас существуют и созданы, это телемедицина. То есть что это? Это когда консультацию пациент может получить дистанционно. Соответственно, по этому направлению тоже сделана глобальная работа. У нас достаточно много уже, более 4 тысяч консультаций телемедицинских в этом году было проведено врач-врач. Это как работает, когда пациент в какой-нибудь районной больнице, когда нужна коллегам из районной больницы помощь специалистов из учреждений краевого уровня, третьего уровня. Соответственно, формируется заявка на проведение телемедицинской консультации, и коллеги из учреждений более высокого уровня, они помогают врачам в районных больницах, для того, опять-таки, чтобы помощь пациенту оказывалась качественной, в полном объеме и так далее. В определенных случаях, если говорить про телемедицину, то возникает необходимость консультации с федеральными клиниками. Это у нас тоже работает, тоже более 4 тысяч, прошу прощения, даже 20 тысяч консультаций федерального уровня у нас была направлена в этом году в регионе, то есть это консультации с специалистами уже федеральных клиник. Дальше, одно из важных подсистем, которое у нас функционирует, это система записи на прием к врачу. Это как раз-таки та система, которая позволяет записаться через госуслуги, через портал здравоохранения 26, она позволяет вызвать врача на дом, через колл-центр, то есть вот это глобальная система, через которую организована запись на прием к врачу. Следующая из интересных подсистем, которая у нас уже сейчас работает, это система помощи принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта. То есть уже вот такие фантастические системы у нас уже работают и реально начинают помогать врачам. Соответственно, в систему вводится просто анамнез, то есть на что человек жалуется, просто обычным простым текстом. И система с искусственным интеллектом, она анализирует вот эти жалобы и предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза, которые у пациента могут быть. Соответственно, такая же система работает в городе Москве уже больше года. Там вот она пошла апробацию и результаты работы там вот показали себя очень хорошо. Сейчас вот мы в регионе у себя тоже запустили систему с использованием искусственного интеллекта. И, как я уже говорил, можно прям вынести в отдельную подсистему. Это наш портал здравоохранения. Это региональный портал, который создан для того, чтобы пациенты как раз-таки могли в любое время обращаться в Минздрав, записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, получать доступ к своей медицинской карте и каким-то своим медицинским документам. Ну, в принципе, это вот основные подсистемы, которые у нас в регионе сейчас работают. Очень сильно, конечно, зацепило вот это направление с работы, по работе с нейросетями, действительно. А насколько же вот люди это принимают? Потому что все-таки, мне кажется, есть какой-то страх, что вот не человек определяет, а нейросеть. Страха никакого быть не должно. Опять-таки, здесь название какое-то. Система помощи принятия врачебного решения. Опять-таки, система всего лишь может подсказать врачу решение сейчас и назначение. Принимает непосредственно тот доктор, к которому человек пришел. Но в чем плюс искусственного интеллекта? В том, что он может проанализировать, и он уже проанализирует. Система огромное просто количество заболеваний, огромное количество случаев. И если вдруг какой-то возник редкий случай, да, там один из миллионов, я не знаю, то система с искусственным интеллектом, она как раз-таки может подсказать врачу, что на что-то еще, на что обратить внимание. Поэтому ни в коем случае эта система не назначает лечение, она не ставит диагнозы, она всего лишь помогает врачу принять какое-то решение и в случае необходимости обращает его внимание на какие-то факты. Ну, тогда теперь более понятно стало, потому что, конечно, на первый взгляд все это очень новое явление. Поэтому пока с этим разберешься, нужно объяснить, как это все работает. Скажите, пожалуйста, для чего же применяются в итоге эти данные? Вот в каких целях? Ну, опять, основная цель – это повысить качество оказания медицинской помощи. То есть, можно выделить, я не знаю, наверное, трех различных потребителей этих данных. Первый – это, безусловно, пациент. Соответственно, работая с этой системой, пациент, человек, имеет полностью всю информацию о состоянии своего здоровья. То есть, одно дело, когда это, как раньше была карта на бумаге, которую нужно листать, и другое дело, когда в определенном месте на портале сгруппировано в хорошем виде доступна абсолютно вся информация о состоянии здоровья. Где-то что-то забывается и так далее. Следующим потребителем информации – это является непосредственно врач. Потому что, когда человек приходит на прием к доктору, доктору, естественно, нужно знать всю историю пациента. Опять-таки, когда карта была на бумаге, достаточно неудобно ее всю пролистать. Сейчас, когда пациент приходит к доктору, доктору доступна в структурированном виде абсолютно вся медицинская карта пациента. В принципе, видно какие-то заболевания, виден календарь обращений пациента. То есть, когда, за какой помощью человек обращался, видны результаты анализов, видны медицинские документы, видны какие-то заключения специалистов узкого профиля. И, в принципе, вот эта вся информация помогает врачу более подробно вникнуть в ситуацию конкретного пациента и назначить лечение, которое ему поможет. То есть, это вот та информация, которая необходима для выработки тактики лечения. И, если мы говорим про структурированную информацию, которая есть в этой системе, это, безусловно, Минздрав. Потому что те данные, которые у нас в системе сейчас уже есть, они, безусловно, используются для того, чтобы принимать какие-то определенные решения. Вот я говорил, что мы занимаемся сбором статистики. Эта статистика на бумаге, все хорошо, мы ее собираем. Но, опять-таки, оперативные данные можно получить только из подобных систем. То есть, пока в режиме реального времени мы видим, я не знаю, количество заболевших любым заболеванием. Мы видим количество коек, которых занято, которые свободны. По отделениям, по нозологиям, по медицинским организациям. Мы видим, как происходит процесс записи на прием к врачу. Соответственно, это тоже одно из направлений, которое, я думаю, всем интересно. Это запись на прием к врачу. Опять-таки, анализируя ситуацию с записью на прием к врачу, можно принять на уровне Минздрава. Эти решения принимаются, корректируются по увеличению каких-то врачей, по изменению времени приема, по необходимости, я не знаю, вплоть до того, постройки новых лечебных учреждений и так далее. То есть, все решения, которые принимает Минздрав, он должен на чем-то основываться. И как раз-таки, вот эта информация, которая у нас есть в системе, она помогает выявить какие-то болевые точки, помогает выявить какие-то проблемы, на которые необходимо обратить внимание. То есть, мы, по сути дела, приходим к тому, что называется управление на основе больших данных. И вот это уже сегодняшний день. Действительно, все процессы автоматизированы, оптимизированы. Но вот единственное, интересно узнать, эти новшества дошли до всех больниц нашего края, даже до самых отдаленных уголочков? Или все-таки это еще, можно сказать, одно направление работы, чтобы все вошли в эту систему? Нет, работают уже абсолютно все медицинские организации под ведомственной системе здравоохранения. У нас их сейчас ровно 100 в крае, которые участвуют в этом проекте. И, в принципе, все медицинские организации уже подключены к этой системе. Они формируют электронные медицинские документы. Они позволяют записаться к себе на прием, используя какие-то электронные средства, вызвать врача на дом и так далее. И так далее. Все медицинские организации региона подключились к тем сервисам электронным, которые доступны гражданам. И, в принципе, такого у нас нет, что какая-то медорганизация не работает. В принципе, мониторинг работы в электронной системе, у нас есть проект «Единый цифровой контур», и там определены четкие показатели, по которым видно, работает регион в этом направлении или не работает. Это по показателю количества медорганизаций, которые передают данные. Мы этот показатель выполнили еще в позапрошлом году, и он у нас равен 100%. Точно так же все медицинские организации подведомственные у нас сейчас подключены к, можно так сказать, социально значимым услугам, потому что вот за последнее время, наверное, в этом году уже часть услуг переведена только в электронный вид. То есть, например, сейчас направление на МСЭ, медико-социальную экспертизу для установления людей инвалидности, группы инвалидности, оно происходит только в электронном виде. То есть у нас тоже сейчас 100% этих направлений обеспечено в электронном виде. Еще, например, из тех вот услуг, которые переведены, и опять-таки все медорганизации участвуют в этом процессе, это суперсервис рождения ребенка. То есть сейчас, когда рождается ребенок, мама может оформить свидетельство о рождении, не выходя прямо из палаты, прямо через свой телефон, через госуслуги. То есть формируется справка о рождении в электронном виде, которая через систему федеральную передается непосредственно в орган ЗАГСа. И вот у нас таких вот справок с начала года уже более 6,5 тысяч выданы. То есть это те свидетельства о рождении, которые оформлены без бумажки. То есть родители просто приходят в отделение ЗАГСа и получают, собственно, уже документ, который удостоверяет, что их ребенок родился. Также, если говорить про вот такие сервисы, в электронный вид у нас переведены справки на оружие. То есть справки для получения оружия тоже только сейчас 100% в электронном виде. И опять-таки это контроль, что в наше время немаловажно. И, в принципе, есть ряд функционалов, которые мы планируем в следующем периоде внедрять. Дмитрий Александрович, ну хочу вас поблагодарить за то, что все-таки вы действительно постарались и смогли объяснить, как я вначале сказала, такие сложные вещи простым языком. И, конечно, это уникальные функции, уникальные системы, которые освободили людей от огромного количества вот этой муторной работы, этих очередей, посещения различных организаций и так далее. Ну потому что же ведь запись к врачу, не нужно идти, не нужно стоять в очереди, оформить документы на ребенка, тоже не нужно идти, стоять в очереди. То есть вот многие такие процессы действительно помогли людям из дома сделать то, что раньше нужно было делать заблаговременно, скажем так. Очень хочется в это верить. Поэтому мы благодарим вас за то, что вы занимаетесь такой огромной работой, и, думаю, жители нашего края тоже благодарны за то, что на нашем Ставрополе есть такие системы. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, и хочу напомнить, что у нас в гостях был директор Медицинского информационно-аналитического центра Дмитрий Колосов. И, как всегда, до встречи в эфире Актуального интервью, и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова